В Новосибирской области появятся новые парки и скверы. Одновременно с началом работ продолжается голосование за общественные пространства, которые только собираются благоустраивать. Что делают в рамках нацпроекта в Искитиме и что собираются создать в Краснообске, узнал Александр Сульдин. Ложок – самый отдаленный район Искитима. Для отдыха и прогулок там были только дворы и эта березовая рощица. Ее решили превратить в уютный современный сквер, где будет ни скучно ни взрослым, ни детям. Сегодня формируют дорожки, собираются разбить спортивные детские площадки, поставить скамейки. Две детские площадки. Одна с песочным покрытием, другая с безопасным резиновым покрытием. Между ними, здесь, к сожалению, не видно, но будет проложен, так скажем, туннель такой из труб. Тоже такой малой формы интересной, что дети залезли, перебежали. Качели и карусели для площадок уже купили. Они дожидаются своего часа, и он наступит очень скоро. Работы здесь начались в марте. Еще не сошел снег, но сюда приехали специалисты. Прокопали канавы, уложили туда кабель, поставили опоры со светильниками. И вот камера на столбе. Смонтировали систему видеонаблюдения. И все это сейчас уже работает. А вот здесь пока склад стройматериалов. Но обещают, уже в июне будет ровная площадка, засыпанная песком, с различными лазилками и веревочными переправами. Местным ребятишкам будет где потренировать силу и ловкость. Здесь и взрослым будет чем заняться. Сделают площадки с тренажерами и небольшое поле для мини-футбола. Вообще это у нас уже четвертый парк, четвертое общественное место, которое благоустраивается. Ну и жители уже после второго общественного места уже начали положительно отзываться. Увидели результат, поверили в проект, приняли участие. Скверы создают в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды за счет средств федерального и областного бюджетов. И здесь без активного участия жителей не обойтись. Сейчас идет голосование за объекты на платформе 54 «Город-среда». Важно каждое мнение. Чем больше участников, тем больше красивых мест в регионе. В Краснообске сейчас выбирают, что привести в порядок следующим летом. Эту детскую площадку или соседний сквер. Жители должны выбрать из нескольких территорий, предложенных муниципальным образованием. И в следующем году эта общественная территория обязательно войдет в проект по формированию комфортной городской среды. И на нее будут выделены федеральные средства. В прошлом году в рамках федеральной программы в Новосибирске привели в порядок почти две сотни территорий. Это не только скверы, но и дворы. Сегодня работы идут уже на 40 объектах. Александр Сульдин, Константин Менин. Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok